Прогулка по вечернему саду, дегустация чая и концерт классической музыки под открытым небом. Белгородский государственный университет совместно с филармонией дал старт летнему проекту «Неслучайные встречи». Разнообразить культурный досуг в день открытия сезона собрались более 150 белгородцев. Среди них была и наш корреспондент Екатерина Ковалева. 15 лет назад, когда создавался ботанический сад, была поставлена задача – организовать место для культурного отдыха жителей города и области. Сегодня каждый может посетить цветущий сад с уникальной коллекцией растений. Но летний сезон 2015 года принёс свои нововведения. Маленькая ночная сиренада Моцарта – выездной концерт камерного оркестра Белгородской филармонии «Мецэмьюзик» на открытой сцене ботанического сада. Идея разнообразить культурный досуг белгородцев принадлежит губернатору области Евгению Савченко. Белгородский государственный университет и филармония воплотили эту идею в сезонный проект. Здесь другая акустика, другая аура. Мы даже не ожидали такого большого интереса. Возможно, надо будет придумывать и как-то всё это и расширять в будущем. Нам очень приятно, что такое клика людей, что они почувствовали, что ботсад – это интересно, что такое сочетание очень интересное. На встречу с природой и музыкой приехало почти вдвое больше ценителей прекрасного, чем билетов экскурсионной прогулки. Организаторам пришлось расставить дополнительные скамьи и стулья, а некоторые гости расположились и на гимнастических ковриках. Возможность отдохнуть всей семьёй в конце рабочего дня не упустила и Мария. С бабушкой, родителями и мужем она нашла время, чтобы отвлечься от рабочей рутины. Вы знаете, должны в каждой семье быть такие традиции, которые добавляют семейного уюта, сплочённости. Это будет одна из наших традиций. В филармонии всё равно какая-то есть атмосфера официоза, когда ты на свежем воздухе. Благодать, запахи, музыка, релакс. А для большего релакса каждый желающий мог попробовать чай с плантацией ботанического сада. Дегустация чая, вечерняя прогулка с экскурсоводом и концерт под открытым небом помогали окунуться в невероятную атмосферу душевного спокойствия и умиротворения. Со сцены звучала музыка Моцарта, Штрауса, Вивальди и других композиторов. После нашего концерта люди, во-первых, они получат удовольствие, они немножко расслабятся. Я думаю, что также вдохновление они получат для посещения следующих концертов, потому что у нас сегодня музыка лёгкая, предназначенная непосредственно для отдыха. Такие музыкальные вечера для истинных ценителей прекрасного будут проходить практически всё лето. Следующая встреча состоится уже 18 июня. Дополнительная информация и график концертов опубликованы на сайте филармонии. Екатерина Ковалёва, Виталий Петренко, Новости Миробелогорье.